Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе наш Бог и Его воочи. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна. Слава Его, аллилуйя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Евангелие от Матфея, 5 глава. Увидим народ, Иисус зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвершу уставство, и учил их, говоря, Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плащущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алщущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо, истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. И кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают им и тари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли же поступают и язычники? Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Царю Небесный, утешителю души истинной, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всяких скверных, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий подаваем мы каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Поставши от сна, припадаемте благо, жангельскую песню пьемте сильный. Свят, 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 если Божий Богородицу и упомилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигл меня, если Господи, умы просвети из сердца. В усне моей отверзивая же петь эти святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и упомилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и ко Его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и упомилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. А сна востал, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. И ко мне герает Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся он мне ленивый и грешный. Не поубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал и себя обычно. И в нечаянии лежащего воздвигл меня и си. Водержа утренец и славословите державу Твою ныне, Владыка. Просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, повыщайтесь о слове всем Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечным. И воспевайте все святое имя Твоя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присны во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу. Цареве и Богу нашему. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Встань спящий, воскресни из мертвых и осветит Тебя Христос. Аллилуйя. Господи, пошли добы благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И открой, Господи, рик свой в любви к роду человеческому. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Благодарим Тебя за милость и явленную прошедшую ночь. Ты дивно велик, наш Господь. Ты сохраняешь каждого. Помилуй нас, Владыка, по неизреченной милости Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе. Как враг издевается над человеком. Раздел. Ходят голышом. Прости нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Евангелие от Матфея. Глава шестая. Смотрите, не творите милостыню Вашей перед людьми с тем, чтобы они видели Вас. Иначе не будет Вам награда от Отца Вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю Вам, а они уже получают награду свою. У Тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука Твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня Твоя была в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю Вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату Твою и затвори дверь Твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. А молясь, не говорите лищем, как язычники, ибо они думают, что в многословии Своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец Ваш, в чем Вы имеете нужду. Прежде Вашего прошения у Него, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если Вы будете прощать людям согрешения их, то простит и Вам Отец Ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец Ваш не простит Вам согрешений Ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю Вам, что они уже получают награду свою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. А Ты, когда постишься, помашь голову Твою, мое лицо Твое, чтобы явиться постящимися не перед людьми, но пред Отцом Твоим, Который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Не собирайте везде сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже. «Где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око Твое будет чисто, то все тело Твое будет светло. Если же око Твое будет худо, то все тело Твое будет темно. Итак, если свет, который в Тебе тьма, то какова же тьма? «Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, богатству. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Аллилуйя! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паще вас, лицемия маловеры. Итак, не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Савауф! Вся земля полна слава Его, Аллилуйя! Слава Вышней Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви Вселенской, Святой Православной. Аллилуйя! Хвала Тебя, счастье, поклонение, слава и благодарение, во веки веков. Аминь. Прости меня, Господи, и помилуй. Вы хотели что-то сказать, нет? Нет. Нет, просто смотрите, да? Что такое? Было, но мне не согласен. Родна. Что-то в микрофон или что, как-то плоховато слышно. Да. А вы староверы или именно это? Да, мы староверы, но мы православные христиане. Ходим в официальную церковь. Почему староверы отвергли? Что староверы? Почему отвергли их? Мы не отвергли их. У нас родственники все там. Но там благовестие под пятою. Они не нуждаются в этом. А Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Наша община, она благовестническая. Вот мне Господь позволил издать 38 книг. И мы проехали из Барнаула, где живем, до Владивостока. Я дарил в каждом городе, районных центрах книги. А потом дошли до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтику, Север, 650 городов. У старобряцев это невозможно. И везде я дарил полный комплект книг. Везде выступления, на стадионах, в домах культуры. У них за 365 лет ни одного благовестника не было. А зачем? Лежало, говорит, тысячу лет, пусть дальше лежит. У них одна проповедь. Ты еретик, переходи к нам, все. Больше у них ничего нет. Ты еретик, переходи к нам. С ними не разговариваешь. Они на кулаки сразу. Ну, и нас пороли, ничего страшного. Они никогда ничего не прощают. Вы не отмазываетесь? Нет, конечно. Это наша родина. Мы кержаки из кержаков родились. Мы здесь староверы, поэтому мы и старые были. Да, мы знали. Староверы это... О чем речь идет? О том, что князь Владимир что принял, а Никон решил изменить. А кто из них хуже? Вы или они? Кто из вас? Да нет, с собой еще сравнивать неразумно. Мы вот сравнивать Аввакума, Протопопа, который придерживал с этой стороны старина, и Никона. Конечно, Аввакум прав. Менять никакой нужды не было. В Библии-то они не коснулись. Вот Николай Достоля фильм «Раскол». Там 20 серий. Посмотрите, если не видели. И они даже священного писания и вообще не касались. Спорили о богослужении. Главное-то богослужение. Да, мы как молились, так и молимся двумя пальцами. Ну, это внешне. Потому что и два, и три – это неверно. И ни то, ни другое. А дед-то у меня не просто так умирал. Он же за последнего. Как говорите? Ну, у меня дед-то тоже не просто так умирал. Он за последнего. Да, да, так и есть. Мы с детства так приучены, так и сейчас. Молимся в официальной церкви. В официальной патриарши. К нам их... Но мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви. Но после акта о каноническом общении к нам митрополит приезжает. Мы деревню с нуля строим православную. Вот. Я на начале детского лагеря был 45 лет. Единственный в стране православный лагерь был. И вот. Мы на этом остановились. У нас хорошее отношение со всеми. Мы много встречались с мусульманами. Даже в доме, мол, и ночевали, когда были в путешествии. Шесть мусульман... Шесть мусульман... Повторите, я не расслышал. Меня интересуют наши деды, как служили. Как служили, зачем служили. Как служили до этого? Ну да, получается православное одно, старославное другое. Богу-то, к Богу-то, молитвой идёт, говорит, и та... Я про Бога говорю. Я к Богу такое молюсь, святаться, для себя. Ну, понимаете, что нужно сказать в то время, если, может быть, вы знаете это, когда князь Владимир принимал христианство как государственные религии, в Греции было два течения. И он взял то, которое было в столице, двуперстно и всё остальное. Всё, как крестился и молился Сергий Радонежский, основатель русского монашства Антоний, Феодосий. А Никон, когда узнал, что в Греции второе течение, которое было, молили сразу троеперстно. И он решил под одно подвести единообразие, чтобы было. Тем более, насколько достоверно, ему пообещали быть вселенским патриархом. А в 99-м как нас крестили? Всё-таки так не понял. В 99-м как нас крестили? Так крестили, так, двуперстно. Это никто не отрицает, да. Как сегодня старообрядцы Белокреницкого согласия... Ну, да, греши, всё. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Дальше. Так, Белокреницкое согласие имеет священца, старообрядцы. И Новозыпковское, древнеправославное. У этих Корнилий, митрополит, а у этих, у Новозыпковских, они патриархом сделали, провозгласили. А почему началось такое, что из старообрядцы... Из-за чего раскол начался? Потому что книги стали смирять, и большая разница. В богослужении. А книги-то издавали в Венеции, там лигорит, и кто только там своё не написали. А грешницкий-то из них не все знали. И поэтому некоторые... Блин, вы старообрядцы, хорошо, староедцы. Вот так, прости, Господи, помилуй.